Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о группе агрономически важных микроорганизмов, об эффективных, действительно эффективных микроорганизмов. Это фосфат-мобилизующие бактерии и другие микроорганизмы. Дело в том, что фосфаты в почве находятся для растений в недоступной форме, в форме кальция фосфата. Кальций фосфат является одной из наименее растворимых солей. Хотя они являются основным источником фосфора, самым главным источником фосфора для растений, однако же растения без помощи микроорганизмов добыть его испорчивать совершенно не в состоянии. В природных условиях за фосфат-мобилизацию отвечают микоризные микроорганизмы. Микориза формирует в сообщество такой тесный контакт с корнями, выделяет специальные вещества, которые способствуют растворению нерастворимых фосфатов, а растения за то, что микроорганизмы снабжают их этим доступным фосфором, питают эти микоризные микроорганизмы сахарами и другими продуктами фотосинтеза. Они живут вот в таком вот, можно сказать, почти симбиозе. К сожалению, сельскохозяйственное производство приводит к тому, что роль микоризных грибов и различных микроорганизмов, которые не формируют микоризу, однако же обитают в корнеобитаемой зоне и также питаются корневыми выделениями, делается все меньше и меньше. Почему? Дело в том, что при каждом удобном случае, когда фосфаты, в частности фосфаты, но и другие питательные элементы для растений становятся им более доступны, растения стараются сами избавиться от этой микоризы. Они перестают ее подпитывать. А зачем она им? Если вокруг достаточно доступных, хорошо доступных минеральных питательных веществ. В этой связи те, кто переходит к природному земледелию и снижает внесение в том числе суперфосфата в почву, сталкиваются с серьезной нехваткой фосфорных удобрений. Даже если вы сыплете в почву костную муку, которая представляет из себя тот же самый недоступный фосфат кальция, рыбную муку и так далее, другие органические источники фосфора, в этом случае этот фосфор все равно не может быть получен растениями, поскольку он находится также в этой же самой труднодоступной форме. На помощь приходит искусственное внесение, искусственное обогащение фосфатомобилизующими организмами почвы в зоне обитания корней, то есть просто полив препаратами, содержащими фосфатомобилизующие бактерии. В этом случае при сильном повышении концентрации в зоне роста корней, они начинают активно мобилизовать эти фосфаты, часть из которых достается также, и растения. Те, кто использует минеральные удобрения, также могут и даже должны использовать подобного рода препараты. Почему? Потому что одновременно с внесением суперфосфатов мы, особенно на кислых почвах, зачастую вносим известковые удобрения или другие источники кальция для тех же томатов с целью профилактики вершинной гнили. И вот представьте, подкормили мы суперфосфатом, тут же мы подкормили той же кальциевой селитрой, тут же кальций связался с фосфатами и образовал вот эти труднодоступные растениям соединения фосфора. Таким образом мы запираем в этом фосфате кальция, и кальций, и фосфор, и он становится недоступным для наших растений. Мы кормим, кормим, толку никакого ни грамма, ни фосфора не хватает, ни кальция. То, что мы кормим, и одновременно все это делаем недоступным растением. Поэтому наличие фосфатомобилизующих бактерий является очень и очень важным и для системы природного земледелия, так называемого, и для системы классического выращивания огородных растений. Где можно найти фосфатомобилизующие бактерии? Конечно, в той же самой почве. Вот здесь у меня на чашечках Петри имеется ну несколько примеров фосфатомобилизующих бактерий. Выявляют их в лабораторных условиях достаточно просто. В среду для культивирования прибавляют нерастворимый фосфат кальция и по наличию зон растворения его судят об активности бактерий. Чем больше зона просветления, тем более активна эта бактерия. У бактерий фосфатомобилизующих есть несколько механизмов фосфатомобилизации. Это может быть кислотная фосфатомобилизация, когда мы вносим такие бактерии, которые выделяют органические кислоты и приводят к растворению нерастворимого фосфата. И другие ферментативные пути, которые не связаны с закислением, таким локальным закислением почвы для мобилизации фосфатов. Ну, кроме того, если даже у вас нет под руками этих препаратов, вы сами можете это делать. Делаете разбавленные растворы той же уксусной кислоты и проливаете ваши растения. Соответственно, вы симулируете действие вот этих фосфатомобилизующих бактерий с их кислотообразованием. Но, конечно, использование бактерий является более предпочтительным путем, потому что они на некоторое время приживаются в этой почве, и их действие оказывается более естественным и более пролонгированным, то есть длительным эффектом. Поэтому первый путь – это все-таки поиск доступных препаратов, содержащих фосфатомобилизующие бактерии, в состав которых действительно по-настоящему входят фосфатомобилизующие бактерии, и их периодическое использование на своем участке для обогащения почвы и для растворения недоступных фосфатов, которых в почве может быть очень много. Но вот растения на этом фоне все-таки могут испытывать голодание. Второй путь – это мобилизация, улучшение, размножение самой почвенной микробиоты, которая с очень большой долей вероятности будет содержать вот эти фосфатомобилизующие бактерии. Даже из хорошей качественной травяной бродиловки, самой вонючей, самой такой гадкой, с точки зрения органолептических свойств, хорошо выделяются фосфатомобилизующие бактерии. Поэтому зеленые удобрения, особенно если вы его готовите вместе с корнями растений, на которых остаются комочки почвы, вот такие вот зеленые удобрения являются наиболее эффективными. Вы можете пользоваться ими, вы одновременно будете вносить достаточное количество органического вещества для поддержания тех фосфатомобилизующих бактерий, которые находятся в почве, а также для обогащения почвы теми кислотами, которые там в этом зеленом удобрении были наработаны бактериями, которые вот там привели к образованию этого вонючего органического удобрения. Таким образом, вы даже без внесения дополнительных доз фосфатов можете увидеть, что только использование вот такого рода удобрений микробиологических или зеленого удобрения выполнено своими руками на своем участке, вы уже существенно улучшите состояние растений, качество растений и обеспечите их фосфорным питанием, которое, кстати, очень влияет хорошо на сахаристость плодов, на аромат плодов, на их качество. Но это уже не говоря о самом по себе урожае различных огородных растений. Что ж, надеюсь, что вы услышали, поняли, насколько важны фосфатомобилизующие бактерии в нашем хозяйстве, особенно в органическом сельском хозяйстве, органическом земледелии, сможете теперь стимулировать свои бактерии, которые находятся у вас в почве, и знаете, где достать эти фосфатомобилизующие бактерии и усилить их действие на нашу с вами пользу, на пользу нашим урожаям. Если что-то осталось непонятым, уточняйте, задавайте свои вопросы, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наши последующие выпуски, а их будет много и очень интересных. Всего хорошего!